волшебным маркером для того чтобы написать новый свиток которую нам посмотрим что это за свиток это свиток зарядки на самом деле зарядка один из самых полезных свитков которые вы могли бы получить всем привет с вами андрей у нас патос на токот собственно совет от разработчика легкий доспех не наград штрафа на скорость даже в процессе навыка насколько мне известно они налагают штрафа на скорость на высок но более высокой версии приложения поэтому этот совет по сути говоря не актуален также хотел у вас спросить не знаю вам просто есть возможность обновиться но тогда сотрется весь прогресс не знаю как для вас это будет актуально смотреть все сначала либо уже до пройдем как говорится это потом уже на новый если вам ситуация интересна можете мне в комментариях оставить по этому поводу свои мысли собственно что у нас за персонаж чтобы в целом понимали у нас 18 ур мужчина человек монах вот такие вот у нас статы 180 здоровье 183 магия 800 кармы 900 сытости скорость 10 атака 16 защита 57 по сопротивлением у нас все кроме распада по талантам она собственно вы видите их на своем экране навыки тоже тут и не знаю что на чем стоит остановиться на том что мы в данный момент экипированы чемпионовское копье которое дает нам 16 единиц атаки также в помощниках у нас присутствует конем боевой он у нас получается имеет 20 сил 15 ловкости 11 телосложения 2 интеллекта 15 мудрости 8 харизмы очень важно параметры такие как телосложения и интеллект силой почему важны потому что эти параметры больших случаев и падают вот у него 37 защита регуне регенерация здоровья у него мастер в легких доспехах что удивительно таки раскачали моему у него по талантам как вы видите некоторое количество контроль превращения он у него временный отражение у него тоже временное потому что мы это получается амулеты и кольцо также на нем висит временный эффект регенерации здоровья чтобы он побыстрее бил у него удар 2632 чтобы он посильнее просто пробивал атака 19 то есть атака у него выше на защита слабее чтобы поднять ему защиту нам нужно будет поднимать ему силу как вариант можно ему сейчас все свои свитки отдать давайте посмотрим если у нас наличие свитки для того чтобы мы могли ему отдать их чтобы он их смог съесть чтобы мы просто получше держались давайте посмотрим да у нас есть 80 видков зачарования давайте ему отдадим их единственное что их нужно будет благословить сейчас для того чтобы но ежу понятно что особая разница не будет для него но все-таки давайте лучше благословим для того чтобы он просто тебе покомфортнее чувствовал берем благословляем свитки через помазание святой водой их и отдаем ему собственно выкладываем теперь эти свитки для того чтобы он их смог скушать нажимаем снаринеть и начинаем есть сила увеличилась кроме силы ничего не увеличилось у него давайте продолжим есть все восемь силу увеличиваю замечательно продолжаем кушать то есть по идее у сил у него обратите внимание у него статы частями ну то есть у него силу увеличиваю силу уже не увеличиваюсь но увеличиваю стилу сложения тут увеличиваю силу то есть как-то работает через одно место почему потому что свиток как вы можете увидеть он должен увеличивать ну правда 50 процентным шансом но все характеристики вот поэтому ну видимо 50 процентный шанс работает не в нашу сторону ну ладно давайте в любом случае его покормим телосложение кстати говоря телосложение это хорошо конь будет потолще тем самым он будет чуть дольше жить давайте посмотрим что там у нас увеличилось у нас опять же увеличилось телосложение сила больше не увеличивается почему-то видимо нам просто не везет продолжаем есть еще телосложение поднялось да куда ты хочешь поднять ты его через кнопку снарядить кормим своего коня у него у него увеличивается телосложение но не увеличивается сила больше у коня что очень плохо он там шанс 50 процентов поэтому он не всегда будет срабатывать собственно опять же увеличиваю стилу сложения но не увеличить а вообще ничего не увеличилось обратите внимание чтобы мы не увеличили у нее ничего не увеличилось ладно 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 хорошо как говорится пока оставим значит так я также хотел смыть и к книгу исцеления которая нам не нужна который хотелось бы потом написать давайте посмотрим что у нас по статам у него получилось а у него 22 сила 15 ловкость 16 интеллект главное что интеллект у него высокий единственным правда по хп у него конечно все печально 37 защита атака 20 неплохо просто давайте по поем дальше посмотрим чердак 3 4 этаж а если у вас есть контроль превращения можете выбирать в кого вы будете превращаться ну да это так и есть единственное вам нужно иметь также дополнительно сама превращением аначе посмотрим в целом кто здесь у нас присутствует но для нас в принципе они не страшны давайте вообще бы нам в идеале загеноцидить и гигантов точнее великанов для чего для того чтобы они нам не мешали на текущему великану мы просто дадим замедление для того чтобы он нас помедли поменьше атаковал вихрь кого-то съел да он съел убийцу нежити но нам это на руку поэтому мы просто оставим не будем их трогать почему потому что убийца нежити в любом случае на нас нападет гнида кристаллический посх это оружие ближнего боя давайте его поднимем он призвал огромное количество тигров это вверх и вертигра это один из оборотней так называемый который призывает к себе в помощь союзников в этом случае он призвал тигров на ранних он этапах он призывает но не он конкретно давайте ему дадим смятение для того чтобы он не пробовал еще раз призывать мобов нам они не нужны давайте его сразу попробуем забить но у нас все равно не получилось и и не дать ему призвать мобов поэтому он их призвал вновь мы у нас получилось по набить карму тысячу в принципе мы могли бы уже выйти давайте еще по объем потому что нам просто заблокировали выход выход у нас с текущей локации на минус одну клетку находится к нам подошел глубокий вообще я удивлен что он здесь сделает морское существо которое более эффективно в воде и на нем висит тишина он кстати достаточно больно бьет но в принципе я думаю мы должны с ним справиться давайте мы дадим замедление для того чтобы он пореже ходил чтобы мы его побыстрее убили мы убили этого глубокого собственно шлепнули большинство всех тигров которые на нас нападали давайте поедим одного тигра чтобы поднять нашу сытость немножко поднимем также яшму вот-вот собственно вертигр который призывал всех наших тигров которых мы за которых мы получали опыт ну давайте все таки на текущий момент за утаим этот этаж хотелось бы все таки это сделать как вы видите это вихрь это воздушный элементарь он имеет талант поглощения поэтому нам важно чтобы он нас не поглотил нас пытаются стрелять у нас сработал талант отклонения забили орка капитаны для нас их снаряжение не актуально потому что она слабее чем наше конь конь наш потерял регенерацию здоровья давайте ему ее вернем того чтобы он быстрее восстанавливал свое здоровье и ком более комфортно себя чувствует а сапфировый голем который очень больно бьет к сигаре сверху к нам идет в вампир звездный очень больно бьющее чудо обратите внимание рядом с нами еще одно что за респаунулась собственно звездные вампиры эффективнее всего бить вампира в кольями как вы видите они бьют щупальцами то есть они вытягивают жизнь у них есть талант регенерации здоровья у зимы к серебру эффективнее к бить кольями либо серебром также на них можно скастовать свет на заклинание света на высоком уровне она будет против них более эффективно у нас нет этого заклинания тьма не работает на вампиров потому что они являются мертвыми он пытается из нас высосать жизнь у него понятно причинам это пока что у мы за него тысячу опыта получили это паук оборотень собственно он если только регенерации эффективнее конечно бить серебром всех всех демонических существ которые присутствуют но он ничем не примечательный он не вызывая существенную как вы видели даже смятение не блокирует призыв что очень странно забили этого блужетерия собственно алхимический халат лабораторный как вариант его можно было бы поесть но проблема в том что мы не сможем его съесть потому что ткань тканевые мобы они у нас не контролит разум чтобы вы понимали о чем я говорю мы в одной из прошлых серий пытались превратить в существо мебны и амебное существо она остается под нашим контролем но но не дает возможность есть что-либо поэтому для нас все становится скажем так не очень собственно пустая локация ничем печатный еще один глубокий давайте его убьем чтобы он не отсвечивался и пойдем на обратно я хотел смыть зелье смыть книгу попробуйте еще заново написать чтобы вам тоже показать это для этого нам нужно спуститься на тридцать третий этаж у нас в данном тридцать четвертый этаж потому что именно вода у нас именно там присутствует также у нас присутствует ремесленник благодаря которому мы могли бы получается попробовать сделать себе собственно очки вот ну по контролю существ я уже говорил свиток как вариант тоже можно было бы поднять давайте посмотрим что это за свиток это свиток ловушки на самом деле в принципе свиток ловушки неплохо он на начале вам очень сильно может помочь собственно как видите есть присутствует вода давайте добежим до воды король эльфов на самом деле мерзкое существо смятением вы его не законтролите единственно что можно с ним сделать смятение потому что на него не сработает дать ему тишину но опять же даже в тишине он от вас будет пытаться свалить поэтому ему нужно также давать замедление для того чтобы он от вас далеко не убежал у него скорость будет два с половиной поэтому в теории вы мы сможем его забить контроль разума это конечно шикарная вещь особенно когда собственно мы убили его короля эльфов королев для нас был бы в любом случае враждебен он бы нам очень сильно мешал двигаться дальше наша задача в данный момент смыть книгу исцелению она у нас единственная для этого кидаем ее в воду свитки опознания можно тоже смыть свитки телепортации они нам могли бы помочь но мы их тоже смоем посмотрим что мы еще могли бы смыть а также как вариант смыть зелья которые нам не нужны которые у нас в большом объеме например зелье галлюцинации зелье божественности можно выпить зелье скорости можно выкинуть собственно поднимаем все предметы как вы видите у нас много чистой воды давайте убедимся в том что у нас у нас благословленная вода и проклятый контроль превращения на самом деле контроль превращения это хорошо почему хорошо потому что мы благодаря контроле превращения можем скормить его нашему питомцу и он получит ее на постоянке в теории не факт что повезет но факт том что есть такая вероятность как вариант смыть получается еще божественность смыть оцепенение и превращение смыть давайте сразу их и в воду и выкинем для того чтобы не заморачиваться то есть выкидываем превращение в воду выкидываем чернила оставляем алкоголь можно оставить пока у нас не появится контроль за защиты от контроля разума то есть талант ясность ну и зелье божественности для того чтобы она просто не мешала сбросили собственно все в воду поднимаем и убираем все что нам не нужно обратно а пустую книгу сейчас мы вместе с вами напишем чтобы она нам не мешала посмотрим что мы еще могли бы сразу смыть для того чтобы пока мы находимся у воды например те же свитки как вариант можно было смыть пожирание оставим приручение оставим снятие проклятия оставим умиротворение но в теории можно оставить воздух получается нам не нужен вода на ранних этапах может вам помочь ловушку можно смывать смело призыв это вообще первый свиток на смывание сбор тоже можно смывать просветление стоит оставить свет смывается смятение смывается снятие проклятия можно в принципе оставить телепортацию можно оставить убийство оставить ужасом как вариант давайте все таки его тоже смоем посмотрим все и все собственно выкидываем это и у нас получается 20 чистых свитков возвращаем их на место собственно юзаем нам не дают возможность а но мы его не опознали еще на самом деле мы не опознали магический маркер и из-за этого нам не дают возможность его использовать у нас эти еще тут свитки есть надо их тоже отправить давайте их тоже уберем в сумку наш чистые свитки вообще они их можно будет использовать для того чтобы взаимодействовать с вашим маркер маркер нужно опознать для того чтобы с ним взаимодействие как вариант кстати я сейчас вам на чистых свитках этих и покажу маркер нам для для начала нужно опознать у нас единственное заклинание есть мы опознали уровень владения у нас неумелый но нам повезло у нас опозналась одно пока что но нам нужно больше пускай еще опознать а ведь видите она опознается вот она опознала что это волшебный маркер собственно теперь у нас есть такая возможность написать получается книгу либо чистый свиток либо переименовать вещь переименование она сомнительная давайте вместе с вами напишем книгу для начала с пустыми страницами написали книгу давайте посмотрим что это за книга на самом деле благодаря этой книге можно большое количество заклинаний изучить если они конечно не исчезнут непроклятый ужас давайте посмотрим сколько у нас контроль ужаса у нас ужас плюс два в принципе ужасом мы пользуемся как вариант можно использовать повысили эффективность ужаса книга исчезла теперь еще раз прописываем волшебным маркером для того чтобы написать новый свиток посмотрим что это за свиток это свиток зарядки на самом деле зарядка один из самых полезных свитков которые вы могли бы получить поэтому помимо того что он заряжает ваши предметы например тот же маркер но скорее всего маркер не сработает я так думаю на самом деле свиток зарядки помимо всего прочего вам еще может магию поднять поэтому свиток зарядки полезная вещь плюс он еще дает сопротивление к шоку если его скушать поэтому свиток зарядки один из самых наверное полезных написали еще один свиток давайте посмотрим что это это опознание но опознание нам не нужно давайте его просто выкинем мы стоим над водой а соответственно он сразу же и смоется давайте посмотрим что нам далее свиток воды ну свиток воды нам также не нужен он может снять с вас наказание но у нас есть контроль снятия наказания поэтому нам он не актуален мы его просто так же выкидываем и поднимаем для того чтобы он смылся а также перезарядить предметы можно у собственного ремесленника который мы сейчас пойдем вместе с вами кстати проклятие нам не нужно у нас есть свитки сайте проклятие ну как вариантов можно было бы и конечно оставить но я думаю что он нам не не актуален давайте еще раз напишем что это за свиток у нас получился свиток огня ну огонь нам также не нужно свиток огня ударное заклинание кота свиток огня не горит сам по себе по крайней мере не должен он позволяет вам получить сопротивление к огню при поедании его если у вас особенно есть талант неизменность автоматическое сохранение позволяет вам вернуться и начать с того места скат на котором вы закончили давайте напишем с помощью нашего маркера свиток призыва это один из самых мерзких свитков я не рекомендую с ним вообще взаимодействие особенно высоком уровне даже если вы уверены что вы вытяните мобов и просто чем выше уровень ваш вашего персонажа как уровень локации тем более сильные моба будут респаумиться поэтому не всегда может быть полезно им пользоваться волшебный маркер закончился давайте свиток зарядки уберем мы получили получается один полезный свиток все остальные свитки для нас по сути говоря бесполезны давайте достанем очки которые я хотел бы чтобы они перестали быть таковыми очками достали мачки и бежим к ремесленнику он у нас присутствует вверху как вы видите вот он давайте добежим до него сюда идет минотавр минотавр чем его уязвимость минотавр у него сопротивление магии очень слабое то есть дайте ему например тот же ужас и минотавр от вас просто будет убегать дайте ему сон минотавр будет стоять и ничего не делать то есть если вы с минотавром встречаетесь первый минотавр которого вы скорее всего встретите это будет минотавр в лабиринте поэтому минотавр он может быть сильнее чем обратите внимание кто-то за гин убил этого и он так кстати говоря мы можем его воскресить давайте это сделаем для того чтобы он нам помог для чего мы его воскрешаем для того чтобы он нам помог нам нужны его услуги у нас обратите внимание сколько кармы нас интересует в идеале очищения либо улучшение давайте перекуем за 500 единиц у нас где-то здесь очки должны быть наши линзы перековали линзы давайте посмотрим что нас в конечном итоге она мы дал он он нам дал хрен его знает повязку на глаза он нам дал на самом деле как вы понимаете повязка на глаза нам не нужно у нас повязка на глаза благословленная поэтому для нас она не актуальна давайте попробуем еще раз опять же прокляны калейдоскопные очки на самом деле нам не выдают то что нам нужно калейдоскопные очки это галлюцинации они еще и проклятые то есть это же вообще полный пик фейл чтобы вы понимали что это за очки у нас закончилась карма собственно я думала что он нам поможет но он нам не помог по своей сути ну фиг бы с ним давайте попросим его все таки узнать название случайно неизвестного вам предмета за 400 возможно нам отдадут линзы и мы смогли бы их сами сделать имеется ли не линзы очки которые нам необходимы для того чтобы палочка создания орды конечно это прикольная палочка но нам как вы понимаете нам не отдали нам не хватило кармы для того чтобы перековать в нужный предмет давайте снимем проклятие с календоскопных очков для того чтобы они просто не мешали нам и будем пробовать у нас ведь еще здесь одно зелье есть зелье виднее невидимо в благословленном виде она позволяет вам собственно видеть невидимое если вы и выпить и это мимик он мимикрирует в золотые монеты пока вы его не видите но таковыми может не являться мимик не оставляет большинстве случаев свой труп поэтому зареспалмался самурай но в любом случае нам это зелье в данный момент не нужно что касаемо календоскопных очков как вариант их можно оставить но я думаю пока в данный момент они нам не нужны поэтому мы их просто уберем как вы понимаете не дают нам забрать то что я хотел бы забрать но в любом случае мы рано или поздно изучим все предметы пойдем мы как говорится другим путем мы просто пойдем по принципу он опознай все если сможешь то есть у него есть ремесленника такая функция как опознать предметы собственно мы будем их опознавать 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 и в конечном итоге мы мы все опознаем и рано или поздно нам отдадут эти очки которые нам нужно было узнать уже давно было бы нам их до сих пор не отдали собственно тигр достаточно больно бьющее чудо давайте посмотрим что это за тигр это тигр робор и тени на самом деле за атака 28 он очень очень больно бьет нам не нужно чтобы это чудо очень часто ходила поэтому даем ему замедление и даем ему испуг для того чтобы он от нас просто сваливала мы его в этот момент раздамаживали и этот хиллер который здесь стоит он его пытается лечить но он слишком глупый для этого поэтому не будем его винить за это нам не дали заклинание которое я хотел бы получить книги при прочтении большинстве случаев исчезает исключение если у вас высокий уровень чтения тогда есть шанс того что вы собственно верстак с энтропией но вот видите мы могли бы создать очки у меня присутствует но она не присутствует видите то есть темные очки это у нас харизма уберись линзы это поиск и календоскопные очки это галлюцинации но нам нужны еще один тут тип очков которых здесь нету вот поэтому как-то так давайте пробежимся дальше вместе с вами для того чтобы не задерживать она ведь и наемник снова сагаз агрессировал он подумал что он нас сильнее с агрессировал на нас на самом деле это глупое решение ведь он все зелья мои выпил ну и фиг с тобой тебе зелья все равно не помогли бы свиток света нам не нужен как и его альтернативная версия на самом деле чтобы ваши враги не пили зелья их можно просто давать испуг не а враги будут от вас отступать тем самым они от вас будут сваливать и ну по сути ни хрена и толку над вам не сделают при всей в своем никчемности обратите внимание нам сразу же огромное количество ящерик за респаунили это макосиновая змея который стояла на свитке света нам он не нужен некоторое количество золота собственном маги давайте им дадим тишину тишина мы нашли палочку палочка телепортация хорошая в целом палочка если не брать в расчет что есть палочки сильнее огромное количество и людоящеров из-за того что тут присутствует король людоящеров давайте ему дадим тишину забьем короля для того чтобы он не призывал много мобов дадим им испуг для того чтобы они от нас начали убегать король видите очень быстро бегает какая грязь обратите внимание сколько он народу призвал тут наверное самые мерзкие вот этот маг будет из этих всех обратите внимание маг сразу же телепортировался к нам давайте ему дадим замедление чтобы он не убежал забьем этого колдуна на самом деле колдун один из очень сильных мобов но из-за того что обратите внимание он улетел на телепортации мы уж не успели его убить он улетел на телепортацию как видите на высоком уровне очень много мобов и они вас пытаются все дружно зажать это очень сильно напрягает из-за того что вы скажем так немного не готовы к большому количеству мобов обратите внимание враги между собой тоже дерутся то есть у них есть какая-то враждебность друг другу но опять же не все а нам дали оцепенение давайте дадим тьму еще раз тьму с испугом для того чтобы они от нас отступили полечим нашего коня для того чтобы с него снять оцепенение оцепенение это магия свобода действия то есть вам нужно именно магия свободы действия для того чтобы на вас не действовало оцепенение огненный котик собственно у него был свитки снятия проклятий для нас они в принципе не актуальны потому что она у нас присутствует свитки снятия проклятий минго трусень как и минго воин как и минго королева они по сути говоря для нас не актуальны и поэтому мы их можем от них избавиться наверное тут самый тяжелый это жук будет поэтому давайте ему убьем жука дадим регенерацию нашей лошади если у нее она отсутствует убедимся в этом посмотрим на временные эффекты у него нет такой функции поэтому поставим на него регенерацию минго королева начала вызывать себе союзников но на самом деле и это только убьет быстрее самый быстрый способ конечно убить всех призывных мобов это просто стоять к ним лицом в в толпе и если даже они кого-то смогут призвать им это не поможет потому что в большинстве случаев собственно орг ничем особо не примечательный у них у орка был временный эффект проворства это говорит о том что орк выпил зелье скорости как говорится нам это в принципе не актуально медведь кстати говоря вот медведя хотелось бы тыксить еще и зелье воды шикарно медведю надо давать испуг потому что медведь имеет свойство притягивать к нас у нас самое интересное на скелета подействовал испуг по идее испуг не должен действовать на скелета потому что он является мертвым орки зачарование кстати говоря свиточек давайте скормим наши лошадки его давайте посмотрим увеличилось что-то или нет обратить внимание у лошади больше ничего не увеличивается имеется ввиду не один стат поэтому нам больше пока нет смысла на текущем уровне увеличивать что-либо лошади собственно к нам идет слон ну конечно имеет другое название кстати у какой-то и быстрый а его кто-то бафает видимо слона этого на самом деле за это бармаглот есть альтернативная версия бармаглота скрижающий бармаглот который вашего персонажа может ваншотнуть также есть похожие заклинания так называемый в острый меч который убивает бармаглотов но он и обезглавливает ваших врагов с неким шансом разумеется вот поэтому очень важно иметь такие такое оружие при себе она крайне эффективная против большинства врагов она просто сотрет их пыль к нам кто-то стал враждебен это а созидатель огня который думает что он самый умный давайте ему дадим тьму обратить внимание его скорость он явно быстрее нас пытается быть но его это не поможет как я как я говорил ранее наемники они агрессивны и для нас поэтому если вы их не убивали раньше вам в любом случае придется это сделать и они в любом случае будут пытаться вас забить свиток наказания мы подберем для того чтобы использовать его для получения кармы некоторого количества собственно ремесленная мастерская ему покажи обратить внимание у нас тысячи единиц карма давайте узнаем неизвестный предмет мы узнали книги фазирования узнали невестные предметы темные стрелы эльфов книга превращение оживление мертвецов книга колокольчик тайн волшебная труба спетум длиннобойное оружие которое используется в миле книга токсичных брызг вульш собственно тоже дальнобойное оружие книга подчинение нежити шлем гениальности на самом деле шлем гениальности это одно из лучших предметов и последний раз и мы драгоценном камешки узнали давайте его закроем для того чтобы но он просто не самоубился об другого моба но мобов тут очень много поэтому нам не нужно чтобы он самоубился об кого-то что касаемо слона в идеале его забить но для этого ему надо дать тьму потому что он нас будет бить пытаться слоны бьют больно они ходят очень медленно но они убьют очень больно из-за этого нам нужно дать ему тьму для того чтобы он получил талант испуг либо раскастовать на него ужас персональный чтобы он от нас убегал а мы в это время его дамажили даем ему замедление также можно прокачать любой тип оружия с помощью заклинания ужас большинство здесь собственно присутствует скрытое существо давайте его убьем по-быстрому мы его убили ледяной вихрь и он имеет свойство вас поглощать как и все вихре защититься от него конечно же можно вам нужно просто использовать собственно тот тип защиты которым он является то есть например от ледяного вихря спасет ледяная защита соответственно нимфа который думает что она самая умная давайте ее разубедим в этом скастуем на нее токсичные брызги либо поток кислоты что-нибудь из этого почему именно это потому что нимфы крадет ваше снаряжение что вам как и мне не нужно древко нам нужно его одеть для чего нам нужно его одеть потому что наше снаряжение мы как вы понимаете опознаем предметы и для и для этого нам нужно периодически одевать предметы того чтобы посмотрим по защите щит у нас не снялся нет щит у нас не снялся обратите внимание сколько он бьет 32 это половина нашего коня давайте мы дадим тьму для того чтобы он не пытался убить нашего коня и вадим замедление для того чтобы от нас не убежал также сдать можно ему замедление виде ловушки и ужас виде а там скорее всего ловушка где-то стоит очень долго думал а еще один свиток зачарования давайте его заберем с собой для того чтобы зачаровать свою экипировку кремовый пирог съедим чтобы нам просто было попроще проблема с сытостью по крайней мере чтобы не возникали для нас давайте обратите внимание это гнида призвала к нам мобов но это их проблемы поэтому даем тьму за счет тьмы и тишины мы можем убить большинство мобов почему большинство потому что они тьма дает испуг живым существам на высоком уровне прокачки тем самым они для нас будут скажем так слабоваты и по сути они нам толком и нихрена и не сделают пока они будут под тьмой и под испугом опять же судя по оружие это тут был самурай присутствует еще зелье фруктового сока подберем его для того чтобы потом смыть видим этого моба давайте мы дадим тоже тьму тьма тишина испуг и замедление для того чтобы этот опыт нас помедленнее убегал он пытается уйти вскрытность но ему это не поможет мы знаем где он чтобы его увидеть стоит использовать навык темное зрение чтобы получить насколько знаю один из предметов что-то похожее на либо сели они не зелия один из предметов в общем дает его видите нас этот мастодонт видит но ему это не поможет все равно потому что он зря к нам подошел мы сейчас заодно на нем покачаем свою атаку что касаемо шлема гениальности которые мы нашли он скорее всего увеличивает ваш интеллект и мудрость ловушка с копьем как вариант можно было бы подобрать собой дживилин который мы периодически пользуемся собираем некоторое количество монет нашли мрачную гробницу мрачная гробница это андет и у него есть очешуительный питомец который можно купить за тысячу единиц кармы но в нашем случае он не актуален у нас свой питомец который уже будет сильнее чем этот древний черный дракон черные драконы бьют кислотой древний дракон так еще и кастует магию постоянно поэтому ребята не самые скучные поэтому я рекомендую драконов загеноцидить если конечно вы в них не превращаетесь имеется ввиду то есть вы не являетесь формой дракона он собственно этот маг несчастный давайте мы даем тишину и замедление давайте посмотрим сколько на нем эффекта еще будут длиться у него сопротивление магии огонь и яд соответственно мы у него плюс регенерация здоровья у него очень сильно много у него висит еще тишина четыре хода на него можно накинуть смятение даже если тишина упадет то ему это не поможет обратите внимание он телепортировался от нас ну и в общем и целом это такая гнида которая мерзкая священная роща полезный мог это гнида его еще и лечит ну и вот видите то есть все подземелье против вас будет поэтому не найдитесь на радушный прием вам вряд ли будут рады здесь какая-то палочка палочка сна как вариант можно поднять против тех же минотавров она бы неплохо зашла книга фазирования стоит ее изучить заклинание фазирования это школа собственно очарования заклинание фазирования крайне полезное заклинание она позволяет вам собственно быть грубо говоря бестелесным а что такое бестелесность то есть вы можете проходить сквозь твердые предметы например если мне нужно пройти сквозь твердый предмет я сейчас просто возьму вку нажму бестелесности пройду сквозь твердый предмет дадим ему ужас обратите внимание слон очень быстро бегает давайте мы дадим еще замедление для того чтобы он от нас не убежал условно очень много здоровья как как вариант в плане переноски они наверное будут лучшие для вас собственно еще свиток разрушения стоит тоже поднять для того чтобы его скастовать свитки разрушения чем полезны они в замешательстве дадут вам возможность получить рандомный предмет я думаю мы месяцами на этом закончим поэтому всем спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока